Аномальные морозы внесли коррективы в жизнь самарцев. В первую очередь холода ударили по системе поддельных коммуникаций города. Порыв водопроводной трубы произошел на улице лейтенанта Шмидта. Пока специалисты коммунальной службы устраняют аварию, автомобилисты пытаются освободить колес своих машин от льда. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Отключены частные дома в границах профсоюзная, конноармейская, Карла Липнихта и лейтенанта Шмидта. Ведутся работы в водопроводном колодце, то есть без раскопок. С прошлой недели морозная погода заставляет жить по-новому. Привычки и стиль одежды сменились. Одни как следует утепляются и стараются реже выходить на улицу, другие напротив, рады морозам и по-настоящему снежной зиме. Я в северном Казахстане жила, ребята, так что у нас там и до 45 градусов морозы были вот такие с ветрами. Я поэтому очень даже хорошо отношусь к этой погоде, мне очень нравится. Минус 21 было, не так холодно с утра. Вчера очень много я видел, что прикуривали, было очень холодно. Задувает, конечно, со всех окон, но ничего страшного, самое главное утеплиться. Опять же, тапочки, теплые носки, кофта. Ужасно просто, на улицу не выйдешь, кошмар. Никак не борюсь, вот шарфом пытаюсь как-то это спрятаться. В особом плену сильных морозов оказались автовладельцы. У Надежды Тиала машина не завелась, сел аккумулятор и потекло масло. Автомобиль пришлось ввести в сервис при помощи эвакуатора. Вчера у нас на градуснике минус 33 показывала. Вот вчера она у меня и в гараж поставили и увидели лужу, масло. А могла быть и авария, если бы вовремя не заметить. Объяснение холодной погоды – циклонический вихрь. Мощный циклон закручивает холодные потоки воздуха с огромной силой. Из-за этого в Самаре был сильный ветер, который усилил ощущение морозов. В предстоящие сутки аномально холодная погода сохранится на территории Самарской области. И в ночные часы столбики термометров будут опускаться местами до минус 30-35 градусов. К концу рабочей недели в регионе потеплеет и выпадет снег. Температура воздуха будет постепенно повышаться и уже 27 февраля достигнет плюсовых температур. Пока же советуют медики необходимо как можно теплее одеваться и выходить на улицу в случае крайней необходимости. Особенно это касается метеозависимых людей и лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вернуться к прежнему образу жизни можно будет с наступлением теплой комфортной погоды. Никита Колосов, Григорий Пришаков. События.